вот цвет кожи мне нравится от кожи он пожелтел поэтому я его сделаю не таким желтым наверное вот так даже слегка сюда добавлю больше контраста она давать давайте попробуем как раз тот способ который я в прошлый раз назвал мы сниз не смогли калка комфортно попробовать в кривой верхнюю точку поднимем влево да 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 смотрите как хорошо вот было до серыми вот стало очень даже интересно если кто-то из вас любит много информации на платье пожалуйста хайлайт отдельно на платье добавим давайте посмотрим вот у нас да вот пусть я даже честно хочу показать вот так мне кажется это интересно принципе на обработку ушло как вы видели ну до минуты до принцип есть тебе еще без текста без объяснений вот как он по моему очень круто ребят давайте в чат так ребят каждый раз когда вы меня спрашиваете а будет то будет вот это будет там вот это вот будет или не будет вы просто смотрите урок и увидите то что будет потому что вне зависимости от того отвечу будет это или не будет будет то что будет и вы просто наглядно убедитесь в конце концов когда если у вас возникнут какие-то вопросы чего-то вам не хватает во время отведенное для вопросов вы зададите вопрос и вам будет удобно и нам будет удобно вот так она жалко что я не вижу чата то есть я так не ну тут очень много хаотичных вещей и я скажем так беру удар на себя потому что например здесь вот иногда очень часто входит прямо в середине вот только вы накладывать очной градиент пишут а давайте обработаем зимнюю фотографию также нельзя мы даже не доделали поэтому ребята мы идем по плану так что все нормально единственное так тут написали все очень очень круто один человек написал что снизу темновато вот я увидел сейчас мельком а так мне лично очень нравится как только мне кажется что снизу темновато я захожу куда-нибудь у нас уже раз уже открыто или левый я захожу куда-нибудь к дорогому фотографу желательно чтобы его услуги стоили ну хотя бы 10 тысяч долларов за ну хотя бы 3000 долларов за одну фотографию одну я напомню не до конца банкета не до первого танца хотя бы 3000 долларов за одну фотографию и начинаю его смотреть если он себе позволяет где-то на фотографии что-то что меня интересует ну как вы видите да они левый тебе позволяет снизу делать темно потому что это логично в какой-то степени потому что темность видите да прям вот дуду и если мы сейчас эту фотографию обрабатывали кто-то бы сказал какие у нее серые ноги но зато мы понимаем что у нас воздух верхний до свет свет верхний зато вот ощущение воздуха она у нас не покидает и вот я думаю проблему брать градиент затемняющий ослабить я думаю тоже ведь не проблема да если вам уж совсем хочется сделать низ посветлее пожалуйста никто думаю не будет против но я правда должна я надо да 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 нам слушаю лучшим мы рассматриваем странный подход обработки я называю его куча мала в данном случае кучу куча куча мала имеется до куча градиентов скопируем чит настройки этого изображения ставим за нибудь так а ну-ка подождите я хочу чтобы там не не я не было ничего обработанного да сейчас я сброшу настроечки итак скопируем настройки этой фотографии естественно без этих трех вещей на другую фотографию и все равно интересно и все равно интересно не неп не переживаем куча мала работает сделаем посветлее сверху зачем так там темно может не так дальше осветлим невесту невесту вместе с задним планом кстати ведь невеста такая тепловатая да она специально мной проецирована на некий такой задний который находится вдалеке можно взять и сделать температуру похолоднее ну может не так сильно конечно похолоднее чтобы вот тот задний план который находится там далеке где-то да стал холоднее переднего теплого и заодно невесту мы подлечили вот дальше для любителей светлого переднего плана мы его осветлим вот и наверное верхней тоже слегка осветлим там уж слишком темно вот так дальше отрегулируем наверно общую экспозицию и цвет кожи мне кажется он желтоват я буду водить его левее вот так например давайте посмотрим что получилось у нас в принципе ну мне кажется да мне тоже нравится а вот вопрос интерес задали вот всего фотографии для заказчика тонируется в таком формате вот сколько вот именно вот так вот собственноручно все 400 все понял все понятно я не могу ли я вообще озвучивать озвучивать какие-то цифры потому что мало ли где каждый потом это занятие увидели клиенты но все таки я скажу что на одну свадьбу и это одна из самых важных тем моего оффлайн его мастер-класса я ну понятно что сначала сначала мы говорим там о съемке как сделать так чтобы вот как снять так чтобы не меньше обрабатывать вот но вот в итоге одна свадьба обрабатывается я лучше скажу так в день я обрабатывал несколько свадьб дальше думать сами внуши я не обычно давать цветы в фривду к друг заказчик узнает потом понятно да ничего хорошо ну я думаю поделить можно и станет всем понятно потому что я думаю что некоторые люди обрабатывают свадьбы неделями да с этим еще вопрос был пока вот сейчас поймаю поймаю болен а то где-то был а про градиенты у нас постоянно добавляются новые градиенты градиент 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 они у нас то есть получается правильно понимаю вообще не убирают столько новый добавляет смотрите как их много это же прикольно для того что они позволяют давайте покажу что не позволяет мы берем эту фотографию точнее у нас настройки и вставляем совсем на другую бывает в девяти случаях из десяти что везет смотрите вставляем о повезло смотрите как интересно свет повернулся по отношению к ней чувствуете нам нам осталось затемнить снизу как-нибудь вот так чтобы луч сохранить да так вот немножечко вот здесь и спасти слишком темный левый как вот здесь слишком темно готова ну может еще круто не он ее вот так вот чтобы это очень похоже на кнопку сделать круто нет ну сам 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 главное главное чтобы свет был до меду не то чтобы он у меня здесь красивый там или слишком граммы но пока ранее он не портит чего человека да если поговорим до после ну давайте посмотрим до а после и потом уже будем понимать стало ли лучше да при принятой принципе прям такая имитация какая-то луча ну да можно ждете вы еще сильнее сильнее при желании я бы допустим если я даю втораясь у клиенту я могу пожестить пожестить с лучами вообще лучи это интересно сколько грезиденту кажется при при прекрасно я прям получаю истинное удовольствие так затемняем здесь затемняем здесь регулируем сейчас кто-то скажет что очень грязное платье не переживайте мы его сейчас помоем помоем платье платье отдельно а здесь затем вот так вот вот теперь точно лучше смотрите да и после ребята ваша реакция в чат два плюса если очень и очень и очень хорошо давайте не стесняйтесь а я пока вопрос задам илья понятно градиенты круто но вопрос вот вы довольно ими ловко пользуетесь то есть вам дай фотографию да и в руки градиент вы так раз 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 и все хорошо долго ли учиться надо на что опираться вот я просто боюсь что я сейчас дай мне руки градиент у меня получится не не так просто в двух словах смотрите смат смат посмотрите фильм гордость и предупреждение посмотрите фильм например невероятная жизнь уолтера мити просто смотрите хороших фото фотографов смотрите фотограф которые снимают на средний формат больше смат смат и от смотрите дело в том что градиентами мы всего лишь делаем вот что то что мы уже видели да что есть жизни мы делаем что-то интересное плане скажем вот я сразу сразу создаю перспективу воздушную перспективу плановость да я пытаюсь не имея да своем распоряжении настолько интересную пыль и животных пусть не 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 некая там жалкая но подобие такого же воздуха воссоздать ну то о чем мы говорили самом начале окей скопируем настройки этой фотографии на след следу следующую вот мне даже прям интересно что произойдет прям очень интересно вставляем и прекрасно посмотрите нам осталось только спасти молодого человека мы спасаем молодого человека вот таким нехитрым образом передний план добавляем готова готова место я уберу насыщенность по коже лишнюю красоту и сделаю не таким красным вот вот просто давайте посмотрим вот у нас до вот нас после окей дальше можно поговорить как раз ну хотя один не фотографии пока еще рано давайте сначала поговорим о следующем способе тонирования ну что у нас я еще один способ хочу показать он еще более при примитивный если как бы градиента это примитивно то этот вообще примитивный возьмем лаванду как раз про эту фотографию говорили в чате вот сейчас делаю особый акцент пожалуйста я же не на что мы говорят я ваш да но я просто не перебивать я потому что потом все но многие считают что лавандовое поле она гипер красивая знаете я первый раз виде увидел лаванду на рассвете и лаванда конечно имеет в своем составе скажем тогда некую мадженту и когда рассветные тоже слегка маджентовые лучи пронизывали лаванду вот так вот наискать тогда конечно лаванда смотрелась красиво но когда мы с этой невестой это не мастер-класс это невеста приехали на поле лавандовых все были в шоке от того что лаванда вот такая возможно где-то прованси она и и прекрасно вот а в полутора тысячах таких километров в радиусе ма москвы она вот такая ну что с чего мы начнем контраст мы добавляем как обычно как как видите я делаю делаю намного контрастнее чем кажется на первый взгляд а потом уже компенсирую ненужное при помощи shadows и highlight есть должны вот так далее далее насыщенность добавлю насыщенность и понимаю что фотографии слишком теплые но я надеюсь все знают фиолетовый цвет он больше относится к холодным поэтому балансом белого можно добавить больше фиолетов есть далее по цветам посмотрите после добавления насыщенности у нас появился вот здесь вот аква видите вот здесь аква слева сверху не думаю что он нам там нужен да то же самое касается синего синий должен быть сзади но наверно не в таком количестве будет приглушенным и желтый посмотрите как много желтого у нас проявилось а желтый здесь тоже не самый такой приятненький я его слегка буду убирать или делать его более зелененький и так у нас осталось ага ограниченное количество цветов вот но наша фотография совершенно совершенно какая-то не акцентированная она до киношна ей когда санкт-петербурга пешком а поэтому я создам больший такой интересный акцент непосредственно на невесте я одновременно с акцентами еще и плановость подчеркнул передний план я создам вот таким нехитрым образом да да и дальше немножко взгляд зрителя переведу в центр просто затемняя заднюю часть при этом я помню что сзади должно быть светлее чем спереди да мы это не забываем и дальше я создам абсолютный акцент на невесте просто осветлив ее и компенсирую это осветление снизу давайте посмотрим вот таким образом акцент ой это не то простите то верно есть одна фотография а что если мы делаем так давайте сделаем дубль нужно здесь уже днг шки и поклацаем вот таким образом постоянно спрашивают чат почему в днг у вас форма формат картинок ну потому что это уже свадьба обработанная я как бы ее для вас подготавливал да я вытащил ее уже из другого каталога lightroom но и почему давайте будем откровенными слева акцент там где нужно согласны справа он как бы его нет соответственно левая фотография будет запоминаться намного лучше чем права окей теперь приступим как раз к тому что я хотел показать немногие этим пользуются но все знают вот все знают будьте уверены вот сейчас многие скажут да 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 точно пробовали кстати вот если приловчиться то что я сейчас покажу занимает максимум 20 секунд вот реально я возьму кисточку возьму кисточку с автомаск возьму какой-нибудь агрессивный филетовый цвет и за 20 секунд просто покрашу мое поле тот цвет который мне нужен посмотрите при этом невеста ее платье и руки и и ноги все останется но в рамках изначального цвета вот так вот уберу лишние нее на глазах и за на этом закончу дальше я выберу цвет лаванды который мне нужен ну например такой могу слегка экспозицию опустить и сделаю так чтобы насыщенность ложилась ну более правдоподобно что ли да она же не должна быть насыщена по всему периметру кадра вот допустим так создадим виртуальную копию на просить у нас у она уже есть и можем посмотреть до после как он ребята я уже жду вашу реакцию думаю так давайте то кто так делал кто не делал как впечатление да 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 причем люди уже пишут даже не два плюса по много-много плюсов даже в строчку не влазить офигенно класс пишут словами плюс я в сказке писали даже что моя жизнь теперь раскололась на два промежутка до мастер-класса и после но давайте чуть чуть подробнее остановимся на на авто автомат дело в том что почему ей мало кто пользуется она очень плохо работает в зоне грипп вот там где резко она очень странно работают катастрофически странно ну давайте папа попробуем возьмем личико увеличим личико если у нас будет еще один перерыв я бы наверно компьютер перезагрузил подыхает у нас будет возможность у нас перерыв планируется кажется сейчас он должен или а нет стоп мы же 22 минуты ну минимум пять минут у нас еще есть ну давайте хотя бы 10 10 хорошо вот смотрите допустим а мы с вами решили автоматском или автоматской помочь себе да тупит компьютер помочь себе но пусть и на этом кожу девушки сделать к первому фиолетовый понятно что у нас вряд ли бы до этого мы до этого додумались да но если мы посмотрим подробно я бы сказал увеличим изображение и посмотрим как же рисует авто маск она рисует крайне странно посмотрите на точки вот точки вот здесь посмотрите внимательно то это и то и точки в районе подбородка точки там где облики на вот плечах точки на губах то есть вот по лицу особенно если лицо хуже освещено поле лет лицу человека по рукам по всем этим элементам которые в зоне грипп автоматка работает плохо но но и многие попробовали работать автоматка им вот именно это не понравилось очень такой грязный какой-то результат получается и с тех пор на нее забили а я обратил внимание что автомат прекрасно работает где там где нет резкости то есть на фоне это может быть это может быть скажем поле забор ступеньки лес небо давайте еще раз напомню как не работать во первых очень важное правило никогда не забывайте автоматка отключать потому что если вы забыли отключить а потом начали где-то осветлять лицо потом вот эти точки появятся и на печати выглядит крайне жутко на при помощи автоматка также иногда может там поработать платьем где-то но это не всегда здесь от платья если она однотонная пожалуйста если она где-то там тональность меняется автомат начинает тупить где-то можно помочь себе с фатой значит что я делаю я включаю автоматки рекомендую брать агрессивный цвет для того что агрессивный цвет он по крайней мере нам будет лучше видно где он рис рисует а потом когда мы уже нарисуем ту область которая нам нужна мы можем цвет всегда поменять по вкусу далее очень важно начать то есть я начинаю с того места которое мне нужно закрасить то есть я крашу фиолетовую лаванду для того что я думаю сейчас кто-то спрашивает почему и я не пошел и не просто не добавил теплым и мадженто для того что поле лаванды не такой же и мадженто если добавлю фиолет видите какая ужасная фигня произойдет понятно поэтому если я был провансе возможно небо автомат не продать но здесь нет если мы говорим о фотошопе там тоже куча способов достаточно быстрых сделать лаванду лавандры и так берем агрессивный цвет начинаю с какого-то фиолетового цвета теоретически авто автомат запомнил этот цвет и уже можно красить видите да я подхожу к жениху при этом он остается женихом он не он не аватар вот значит что делает автомат смотрите я подхожу кистью да платью я уже на платье я еще на платье уже на платье на платье она еще белая видите автомат просто помогает нам не заходить туда куда не нужно хотя она глуповато и все равно нужно быть аккуратным то есть в какой-то момент все равно она ошибется вот пожалуйста ошиблись и так можно разукрасить где нам нужно если вы зашли туда куда не хотелось бы вы видите глаза на глаза попал я нажимаю alt это так называемый ластик вот и ластиком ой простите ластиком я уберу фиолетовости с ее глаз поняли да вот автомат на глаза уже фиолетовости нет и еще один момент смотрите как когда мы разукрашиваем поле там или в общем какой-то пейзаж не может так произойти что вот насыщенность одинаковые что там в вилеке что здесь в начале согласно согласно да поэтому есть такой простой способ как можно эту насыщенность убрать лишнюю мы нажимаем alt делаем наш ластик большим то есть мы увеличим его размер до каких-то невероятных ставим физер 100 то есть это растушевка дополнительный радиус и с внешней стороны посмотрите просто смягчаем нашу лаванду так ребята оживляемся два плюсов чат все 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 есть все понятно тут прорезу просто очень много пишут я тут надо немножечко сбить все продолжаем про плану про что пишут про рыженьку я не знаю про что именно имеют ввиду сейчас я хотел сам спросить окей а теперь я скопирую настройки это изображение могу ставить даже на вертикальные да вот чем не нравится градиенты они распознают распознают изображение достаточно грамотно давайте сделаем да вот виртуальную копию и посмотрим вот наша фотография до и после то есть градиенты оттуда неплохо легли и на эту фотографию мы можем с вами немножечко еще больше помочь себе плане многоплановости хотя платье я бы помыл платье бы помыл enter и тут немножечко вот бы затемнил хотя бы вот так вот общую экспозицию слегка подниму слегка подниму вот так и все дать дальше берем автомашку и продолжаем разукрашивать в принципе 20 секунд и все будет готово если не разговаривать не делать экспериментов ну и честно меня я же не буду 400 фотографий так разукрашивать обычно где-где-то не знаю ну 40 фотографий ну 50 фотографий вот и на все это уходит очень мало времени давайте посмотрим вот у нас да вот нас после вот эти вот так ребята так все я понял про какую рыжу говорят это которая вот скажем на 4 фотографии правее той которых снизу выбраны вот про это говорят я все что-то въехать не мог значит по поводу этой картинки напишите пожалуйста по 3 плюса так по поводу автомаски все ли понятно если какие-то вопросы сейчас есть давайте уточнять сразу же чтобы потом не возвращаться так ну я вижу огромное количество плюсов так что-то какой-то вопрос я проскочил сейчас секундочку так и не могу его поймать ладно поймаю потом так ага ну совершенно правильно подмечают что нужно просто будет попробовать для тех кто этим не занимался естественно сразу так вот с порога значит скажем так на царский трон наверное не получится да но я думаю потренировавшись в принципе я думаю ничего сложного то нету да но очень важный момент допустим возьмем вот такую фотографию здесь настолько много различных объектов которые освещены разной степени да что мы не сможем здесь поработать с автомах то есть вот допустим здесь море можно от автомаски кичать я не знаю как это сказать да а вот здесь нет здесь автомаск нам поможет на разве что с платьями или букетом а так чтобы на фоне наверное не про эту девушку да наверное говорили это тоже не мастер-класс это реальная свадьба кстати и не говорили я же скажу про какую она находится правее фотографии с лавандой вот это я не знаю сейчас я еще не успеваю мне пока не показывает я просто skype быстрее да 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 ну хорошо здесь вообще просто баб обработка очень простая она очень похожа на только то мы сначала рассматривали ну сейчас давайте так как вам удобнее будет я предпочитаю по плану но она же у нас все равно здесь есть поэтому она как бы будет и как опять же грамотнее сделать как вы считаете так и сделайте но я предпочитаю себя по плану вот как вот у вас было так и здесь чтобы сейчас не вытешить потому что у нас опять же сейчас много если мы пойдем вот так вот на поводу у ребят то можем много чего не успеть это уже много много раз было доказано вот поэтому она же у нас будет будет все ребята значит без паники давайте так и договоримся сейчас идем по плану и все у нас будет хорошо два плюса в чат и мы с вами достигаем согласия просто автоматически так все чтобы сумбура не было все по плану два плюса есть все хорошо я предлагаю вернуться к автомат да да вот вот да илья измелья пожалуйста а вот мы сейчас фотографию доделали у нас там по плану перед перерыв и тут вам говорят вы хотели компьютер перезагрузить сейчас да давайте хорошо тогда смотрите сейчас у нас 27 минут тогда получится в 37 минут созваниваемся и тогда уже продолжаем дальше там по автоматками и по прочим вещам которые запланированы все хорошо так тогда я сейчас сам включаю трансляцию и выключаю skype набираю в 37 минут вот так быстро и это несколько другой вид которым все привыкли себе это представлять вот ну я просто не могу сказать в каком виде конкретно просто сейчас не хотелось отвлекать пока включаете трансляция есть так значит давайте по два плюса еще раз пишем чтобы все видели ага так ну и продолжаем работать дальше да мы остановились на автомат просили показать зимние фотографии я уже говорил что иногда зимние фотографии я снимаю в джипеге в этом есть определенные преимущества прошу прощения пока это уточнить local recording включили проверю сейчас да да все а перед нами джипег это можно легко узнать если у нас прав то у нас баланс белого в больших цифрах если джипег соответственно там цифры вот такие в балансе белого и так перед нами джипег если у вас все сливается с фоном у меня здесь видите здесь произошла похожая ситуация я обычно делаю следующее ну для начала да для начала джипег как бы он немножко отличается по смыслу отрава у него там свои проблемы бывают какие-то перенасыщения особенно если снимаешь там в пейзаже вот я сейчас настрою цвет кожи как мне нравится вот далее мне не нравится что потерялось много информации вот волоса на перчаточках я подниму shadows но не по всей фотографии а вот по волосам и перчаткам вот так только по этим объектам а дальше сделаю следующее чтобы зимой попытаться оторвать от фона я делаю такую штуку но она работает только если вы грамотно проэкспонировались кстати у меня что-то с shadows сам по глазику по глазику вот так и так я возьму градиент добавлю насыщенность добавлю clarity и просто делаю вот так быдыш с этой стороны и быдыш с этой стороны уберу лишний highlight на фотографии чтобы снег прорисовался уберу лишний синий хотя здесь спорно кому-то он лишний кому-то не лишний уберу лишний magenta purple и еще немножечко осветлю ее волосики они мне вот здесь совершенно категорически не нравятся здесь осветлю но логично что вот здесь затемнил вот так вот собственно почему мы начали говорить об этой фотографии да и прозвучало слово автомаск возьму еще saturation добавлю пусть там будет тепло мы уже про контрастили теплый с холодным да потому что автомаска можно делать еще кое-какие интересные штуковины допустим я возьму автомаск включу saturation немножко в минус экспозицию немножко в плюс и просто могу одним нажатием выбеливать скажем белки но это все знают я думаю что и зубы и белки многие так выбеливают но еще можно при помощи автомаск пройтись непосредственно по глазкам по радужке проходимся по радужке уменьшим изображение чтобы вам было все хорошо видно дальше я осветлю радужку и разукрашу в какой-нибудь цвет который мне нравится ну пусть это будет например синий я это сделаю специально сильно ну так возможно кому-то не понравится кто-то скажет ого какой перебор но вы можете сделать это как вам удобно но смысл в том что можно ну вот такие странные задачи себе позволять решать те кто любит там крупные портретики пожалуйста вот у нас фотография до вот у нас фотография после так ребята ребята вы знаете что делать знают знают прекрасно все реакция есть все хорошо то же самое вот еще один jpeg абсолютно без обработки кстати вот эту фотографию мы снимали в Челябинске на мастер-классе при минус 19 это была конечно жесть вот это мы снимали а где это мы снимали не помню а нет помню в Брянске мы снимали это мы снимали в Брянске я делаю ту же самую штуку shadow пока не убежали тут просто люди сомневаются почему-то что в прошлом что в этой фотографии что это необработанный jpeg они говорят что это уже обработанное и так быть не может как это вот они так ну хорошо давайте я докажу я не сомневаюсь нисколько но просто это неоднократно повторилось здесь в чате сейчас я попытаюсь попытаюсь найти от нее раф как бы это сделать ну можно вот так нет если вопрос так стоит если нужно тратить время то тогда мы оставим на самый конец вот и там решим ну ребята поверьте на слово вот так вот смотрите вы можете спросить у любого участника мастер-класса нет точнее нет не мастер-класса а воркшопа да у нас есть там отдельный блок он занимает достаточно много времени там 4 часа мы говорим о том как сделать jpeg интересным вот и это действительно jpeg без обработки ничего не делалось то есть кроме вот этого градиента понятно естественно раф он при этом серый потому что раф и так я подниму информацию кстати это снег понятное дело искусственный даже заметно то есть это из баллончика ее пшикают вот дальше я возьму второй градиент напомню clarity и насыщенность справа и слева готово обработано это прямо плевок в сторону моих трехчасовых потук на фотографии когда сидишь капля пота течет по лгу на самом деле любой участник нашего сегодняшнего встречает речь может спросить у любого участника воркшопа действительно ли jpeg красивые и вы сами понимаете что так он и действует ну это впечатляет вот именно так просто и так хорошо это реально впечатляет ребята давайте как там вам опять ваша реакция а я в принципе уже вижу я даже может не писать даже не просил круто классно запоминаем надо будет практиковать окей идем дальше я хотел показать достаточно модную нынче фишку сейчас очень многие любят делать зелень не такую зеленую как вот мы делали на свадьбе с красной машинкой а такую знаете мятную что ли да это перед нами раф ну по нем видно что он раф он такой какой-то грустный некрасивый по цвету здесь есть проблема сумасшедшая пересвечена у нас букет я уберу пересвет букета вот таким нехитрым образом да дальше я наверное уберу лишний синий знаете зачем мне синий букет хотя он был изначально белым дальше я добавлю контраст это мы уже все поняли как добавляете да добавим контраст добавим берем лишние тени пересветы добавлю насыщенность по коже она мне здесь нравится добавлю маджента добавлю фиолет пусть платье заиграет вот наверное даже еще больше добавлю насыщенность синим каналом вот таким оба образом дальше сделаем зелень мятную то есть для этого можно просто убрать насыщенную зеленого и сделать его посветлее перед нами мятная зелень дальше мы градиентами поможем нарисовать некое подобие персективы воздушной и вот у нас получилась фотография до и после соответственно слева раф до справа раф после так ребята ваше 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 слово да да все давайте все понятно чтобы вопросы они опять же не должны у нас быть кучей просто по запросу по моему постепенно и плюс если все хорошо и ясно так я тут просто боролся с вопросом по съемке так ага что за вопрос по съемке а там был вопрос как настраивается камера вот не конкретный вопрос вероятно может быть именно конкретно этим снимком но тем не менее сейчас секундочку этот вопрос есть интересный а что используется камер ой не понял что а что используете камера портрет или камера стандарт это наверное в камеры калибрэйшн вы не поверите а вы имеете ввиду камера портрет или камера стандарт имеется ввиду камера калибрэйшн я бы наверное я не уверен но по-моему так на самом деле я скажу так без разницы что вы используете если вы знаете что вы хотите получить то есть я могу поставить что угодно и все равно получить то что я хочу а если же вы хотите сэкономить время и скажем так получить какую-то подсказку тогда действительно можно поставить для канона камера стандарт и цвета будут возможно где-то даже более приятные но я бы на этом не заморачиваюсь мне как бы нужно получить то о чем мы говорили молодого красивого человека светленького отсутствие каких-то грязей воздух пространство ну и вот на это я ориентируюсь понятно кстати если мы говорим о числоте цвета видите он проступила аква давайте ее уберем вот теперь будет хорошо можно даже акву увести в зеленый теперь точно хорошо теперь посмотрим до после вот так нравится ну идем дальше идем дальше да в принципе по тонированию мы можем уже заканчивать но просили вот эту девушку обработать тут вопрос в том что понравилась серия и мне разные люди говорят о разном одна картинка есть которую я сказал другая картинка есть я сейчас кину в личные сообщения скайп и какая она из них интереснее я не знаю возможно вы скажете что сейчас секундочку что это принцип один и тот же а может быть вы не скажете не знаю в личных сообщениях скинул не знаю что лучше мы наверное может спросим если возможно вторую или эту вот и тогда решим как вы скажете под вашим скажем так распоряжением к сожалению смотрите то что вы видите сейчас в лайтруме это снимала моя жена это вот на полтинник она на полтинник а то что вы скинули в скайп это снимал я но у меня к сожалению мой ноутбук сейчас далеко я взял картинку жены то есть вот такого исходника нет и признаюсь здесь есть пару экшенов фотошопа фотошоп здесь лайтрумом дело не ограничилось но я здесь вижу по нарисованному скажем так эффекту луча засветки ага да поэтому в лайтруме мы можем сделать что-то подобное ну вряд ли понятно но у нас в конце концов есть вот пожалуйста вот эта картинка возможно какие-то вещи оттуда сюда но она и так хороша мне конкретно эта версия нравится больше ну вот эта вот картинка поэтому тут под ваше опять же распоряжение можем ее сейчас найти вот именно как это было обработано сейчас для того что многим покажут что я ничего не делаю на самом деле я сейчас на другом мониторе работаю у меня три монитора подсоединены к одному компьютеру вот сейчас мы найдем секунду вы вы я могу Я добавлю контраст, так как я уже говорил. Уберу лишнюю теплоту. Есть. Дальше, смотрите, у нас фотография абсолютно не контрастна по цвету. Наверное, нам придется сами зеленый сделать более холодным. Тогда все-таки контраста будет больше. Наверное, не таким насыщенным, чтобы он не был ядовидным. Дальше уберем хайлайт. И отдельно затемним ей руку. Видите, у девушки кисть темнее вот здесь, у ее основания. Затемним руку. Заодно и передний план. Дальше, что мы сделаем. Я немножко оторву девушку от фона двумя градиентами. Осветляю то, что справа от нее. И компенсирую таким же градиентом. Видите, да? Справа она уже оторвана. А теперь то же самое делаю слева. Осветляю. Компенсирую. Вот. Мы ее оторвали от фона, немножко воздуха проявили. Верно? Дальше она была более шоколадная, по-моему. То есть, я напомню, шоколад я где-то здесь пытаюсь добавлять. Вот так вот. Лишний рыжий мы, наверное, уберем. И что я сделаю? Я добавлю Clarity. Чтобы веснушки прорисовались. Желательно не на лицо, конечно же. На руки. На волосы. С этой стороны. И с этой стороны. И отсюда. А теперь уберу Clarity. Отсюда. Отсюда. И отсюда. В итоге Clarity осталось только на ней. Понятно, да? Добавлю. При помощи. Уже. Естественно. Кривой. Это сильно. И еще снижу. Снижу Highlight. Чтобы лицо было прорисовано. Дальше, конечно, следует ретушь. То есть, понятно, что. Я потом эту фотографию увеличивал. Отбеливал ей. И белки, и зубки. Но не потому, что они у нее не белые. Потому что свет у нас верхний. А и глаза, и зубы. Они находятся немножко у человека в углублении. Понятно, что я проходил вот так по зубам. По белкам. Напомню, что сначала я делаю агрессивно. А потом регулирую. Мне так нравится. Потом была ретушь при помощи штампика. Понятное дело. Ну, вот в таком ключе. А вот вопрос. Знаете, какой был? Про портретную обработку именно в Lightroom. Вы ее ведете в каком-то виде? Помимо осветления белков и зубов. Что-то еще происходит? Да, я штампиком... Нет, ну на самом деле я начинаю ретушь еще на съемке. То есть, если, допустим, снимать лицо человека... Так, сейчас, секундочку. Говорят, звук пропал куда-то. Так, я подожду. Сейчас, секундочку, я страничку обновлю. Посмотрю. Ага. Ну, вроде грузит. Сейчас, секундочку, не знаю, в чем дело. В чем дело? Посмотрим. Так. Ага. Ага. Кажется, у вас оборвалась трансляция и включилась моя, по-моему. Так, ребят, я правильно вижу, что сейчас у меня заставка стоит или нет? Или что-то не так? Так, вам надо выключить канал и включить снова, который Илья. Включаю. Ага. Так, включается. Ребят, сейчас звук... Вот скажите пару слов. Говорю пару слов. Ага. Так, все, все, вот теперь хорошо. Там что-то прервалось немножко. Все, порядок. Окей, значит, был вопрос, да, по поводу ретуши. Я предпочитаю ретушь, ну, не то, чтобы осуществлять, а начиная делать на съемке. То есть, основа ретуши заключается в том, чтобы... Ну, давайте простой пример приведем. Так, у нас там про штамп на всякий случай напомню, что было, чтобы потом мы вернулись. Так. Да. Вот недавно я на МайВеде нашел интересную тему. Я думаю, что многие свадебные фотографы знают такой интересный подход. Если невеста чем-то недовольна, можно невесту попросить, скажем, написать свои требования, да, или свои какие-то недовольства, подробно в список по каждой фотографии. Можно пока не убежали? Local Recording у нас сейчас включен, да, чтобы я вот переживаю? Да, включен. Все, все, молчу. Значит, для чего это делается? Для того, чтобы ленивая невеста просто выслушала, да, эту просьбу и, скажем, ее проигнорировала. То есть, большинство невест на этом отваливается. Но есть невесты, таких, злостного типа, да. Вот на МайВеде недавно была тема, кто-то создал ее, значит, называется она «А как бы вы отреагировали?» То есть, невеста прислала фотографу огромный список, посмотрите, каких-то своих недовольств. И причем очень подробно, и каждое недовольство высветит на сосогубные, высветит на сосогубные, высветит на сосогубные. И, к счастью, да, фотограф прислал непосредственно фотографию, ту, которой невеста была недовольна. Ну, то есть, не фотографией недовольна, а какими-то нюансами, да. ей очень на многих фотографиях не понравились носогубные складки то есть вот эти вот вещи которые у нее справа и слева от носа эротика но по сути я бы просто эту девушку не фотографировал боковым светом понятно что со светом нужно уметь работать вот этой девушке пошел бы свет прямой на лицо причем немножко верхний это может быть либо отраженный свет либо отраженный от отраженного света либо в тени по свету либо даже можно от фонарика от софтбокса то есть вариантов целая куча чуть ли не от лайдиска огромного размера но никак не с боковым то есть если бы ее снять даже в этой же локолокации но фотографу сместиться вправо и вперед и снимать по свету то никаких проблем на лице мне бы не было то есть первое что я делаю это под каждого человека ищу свет кому-то идет боковой свет кому-то он не идет это первое второе чем хуже кожа тем я снимаю в более высоком ключе то и то и то и светлая фотография при этом понятно что я стараюсь не брать в кадр небо потому что иначе я его просто не вытащу да вот третье ну будем говорить откровенными да чем хуже кожа у человека тем меньше и меньше я делаю крупных портретов ну то есть я их делаю но пытаюсь всячески вот уменьшать их количество то есть делать очень ограниченное количество вот ну а да 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 я дальше конечно осветление дальше штампик и наверное все если это не гипер крупный портрет а если гипп гипер крупный могу пара пара партитуру наложить вопрос понятен так а со штампиком у нас то есть работа все-таки какая-то с дефектами flytrupe да если к примеру мне не нравится вот волосинка на ее губах да я могу взять режим хиль небольшой размер штампика вот мы этот раз и показываем откуда взять пусть на тверд слой с лобика все и вот эти дефекты можно убрать вот и будет замечательный замечательный рисунок на лице это понятно но я думаю на этом нет смысла останавливаться туда это да это такая вещь одинаковые штампики да если посмотрим вот вот она у нас по какие-то дефектики на лицах есть после их уже нет хотя мы и клейте и хайлайс то есть мы сделали обработку так чтобы было видно веснушки я бы все обратили внимание дальше бы я эту фотографию слегка подтонировал бы потому что на фотографию портфолио она легка подтонирована вот каким-то таким образом возможно добавил бы насыщенность и убрал бы лишние да здесь мне кажется желтого много оранжевого ну вот где-то так вот у нас фотография да она плоская выберенная до белая рука ведь нужен не видно и после может еще контрастный по я разнял наверное нет не так сильно вот так да можно с контрастом посмотреть до после да тут минимальный финально понятно было окей вот у нас без контраста и вот нас камера не имел ввиду до после относительно самого начала с контрастном месте ребята 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 ваши ваша реакция давайте даже не в плюсиках а может словами напишите надо жили как-то не только плюсик им похвалить плюсы плюс в карман не положишь круто супер так хорошо шикарный капс локом отлично шикарно очень круто браво мастера офигенно спасибо очень приятно давай давай давайте еще один нюанс рассмотрим давайте представим что у нас ну есть цветовый круг и мы хотим ему максимально сразу соответствует вот мы смотрим на фотографию давайте иначе начинать обрабатывать нажму розет можно без обработки обычный рав все серые ну понятно уже традиционно да хоть нет это не значит что я всегда делаю так то есть я сегодня решил показать несколько подходов это градиенты контраст через через black and white ну понятно что я могу построить огромное количество различных кривых просто там несообразных зет образных сложных но вот этот способ мне кажется максимально более такой подходит он к пакетности да потому что его легко регулировать если скопировать эти настройки на соседнюю фотографию то black и white можно за пару секунд настроить а кривую придется потаскать дольше бой большее количество секунд простите и так black мы разгоняем white разгоняем шаду сам убираем ли лишнее айлайтом убираем лишнее нам нужно много информации далее насытим изображение прекрасно 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 дальше еще больше насытим изображение и уберем лишнее зачем нам такая кожа что это с ней о боже она слишком сильная оранжевая чуть поперсиковее и делаем далее вот вернемся к цветовому кругу посмотрите у нас на фотографии важные моменты да это вот рыжесть девушки красно-оранжевый но а море у нас такое но синеватое если мы хотим сделать его еще более интересным давайте усилим контраст цветовой просто переведя синий в синий зеленый хотя бы не немного то есть blue уведем вот сюда немножко да мы не говорим сильно вот допустим так и уже контраст усилен а теперь просто поиграемся с градиентами то есть мы воздух покажем воздух на море возможно за сильно можно все сильно уберем проблемы которые провели здесь не нужно зачем нам такие черноты вот добавим насыщенность синего есть и мне не нравится небо пересечено я его ваше определение затемню и хайлайтом и экспозиции и если вы не против сделаю его голубым вот так наверное зачем она там будет белая вот собственно да и все это можно остановиться вот наша фотография что там был разве да вот она да можно после через и мы посмотрим будь добр не пишет так ребята ребята вы знаете что делать пока пишите все ли понятно вопрос короткий значит пока можно задать стаж ваш как скажем как-то нужно назвать вас риту шорбс как фотографа я вылазил наверно как этому в камере сказал до 9 лет занимаюсь фотографией но признаюсь честно не все 9 лет коммерческой наверное где-то 7 лет вот коммерческой фотографии занимаюсь всего 9 ну то есть 7 7 9 вот так наверное будет такой ну примерно сейчас представили все люди сколько им лет и прибавляем смело минимум 7 для гарантии для запаса понятно так ребят значит по фотографии написали ага ну я думаю что наверное есть смысл к нам сейчас переходить к вопросам давайте еще одну фотографию и все все давайте ради бога помните я говорил что режим d плюс d плюс если у вас большой шанс пересветить вот мне кажется хороший пример именно на этой фотографии я его включил по-моему эта фотография потом после лайтрума еще пошла photoshop там было немножечко пластики вот и но и все больше кроме пластики там ничего не было поэтому давайте попытаемся ее обработать без photoshop но представим что потом будет там какая-то небольшая еле 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 пластика ну и под пластика я понимаю фильтр liquify и так уберем highlights нам нужно вот видите что про происходит в принципе принципе если бы это без режима d плюс включенного ну намного меньше был бы шанс сохранить все небо то есть по крайней мере вот вокруг них были бы какие-то белые пятна такой белый ореол скорее всего уберем highlight плюс делаем фотографию потемнее уберем недосветы добавим контраст нам здесь понадобится есть дальше затонируем так как и прошлый раз повторюсь это не не значит что я всегда тонирую фотографии таким способом но раз уж мы его как бы рассматриваем да я пытаюсь его везде применять чтобы закрепить скажем в последнее время я им пользуюсь реже вот но тем не при этом люблю не меньше ну что мне мне нравится он такой тепленький так тепленький есть дальше еще больше мы с вами вытащим небо можно это сделать прямо с сатурейшеном да и тут нам понадобится автомаск и вообще кисть потому что лица то у них темные кстати при помощи клей 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 я создам передний план пусть он немножечко проявится условно я конечно его здесь нет здесь нет но так немножко больше похоже да вот на то что у нас поле немного имеет воздух далее при помощи обычной кисти без автомаски я слегка осветлю им лица при помощи так называемого способа полуокружности да не просто шмяк по лицу а вот немножко по окружности вот и теперь я включу автомаск включу автомаск и вы и вы выберу цвет что за цвет вспоминаем да желтый у нас контрастируется с каким-то фиолетовым возьмем что-нибудь фиолетовое и закрасим значит вот здесь вот сзади закрасим а теперь включим автомаск и подойдем к жениху смысл поняли да теперь выключим автомаск закрасим здесь закрасим включим и подойдем к невесте вот а теперь отрегулируем цвет нам такой агрессивный не нужен понятное дело да по моему неплохо можем смотреть до после так господа господа да да все понятно так поэта патра не то ага пишет воу 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 хроматические аберрации по контуру волос и бороды как их убрать очень просто посмотрим что у нас там с ними частью по контуру бороды это не хроматическая аберрация это подсвеченная борода а вот по волосам согласен она есть ну наверное я пойду то что такое три экрана меня замучили а я пойду в инструмент lens correction здесь есть вкладочка color и вот здесь поставлю цифру 3 цифра 3 посмотрим что у нас произошло даже наверно больше не хочет убираться хроматическая аберрация вот она есть вот она нет ладно попробуем пипеткой давайте для начала уберем цветные шумы на фотографии мне они совершенно не нравятся вопрос знаете какой а вы эти аберрации убираете да я эти аберрации убираю а все это просто ну вот все с этой аберрации я делать я пока не знаю давайте посмотрим как она выглядит в оригинале она есть ну-ка почему-то он компьютер отказывается понимать что это хроматическая аберрация ну давай давайте покажу на другой фотографии говорят надо поставить галочку нет нет это бессмысленно обычно я не доверяю пипетке потому что пипетка она бывает тупица поэтому я просто ставлю здесь цифру 3 здесь цифру 3 и посмотрите хроматические аберрации очень красиво пропали вот у нас до вот они есть и зеленые и красные теперь у нас остались очень да да даже такие вменяемые то есть я не сторонник убирать все хроматические аберрации потому что потом на руках полежут какие-то серые обводки такие бывают размером в палец где-то по контуру платья может что-то плохое пойти но я их снижаю снижаю насколько могу особо не заморачиваюсь если портрет не крупный вот если портрет крупный можно конечно пойти снизить вообще мадженты и пёрпу посмотри что он нам это дает не хочет не хочет ладно если мы переведем их сюда это красный цвет это красный цвет ну что ж рискнем вероятно нас сегодня победила аберрация да я проиграл проиграл начали победила аберрация мы ее вот так вот уберем а лица мы сделаем красивыми верну в оранзевый вот нет все таки мы победили аберрация победа да вот так вот как вот так вот да да и и теперь можно перейти к вопросам потому что наверное по заданным темам у меня все так понятно так давайте-ка мы сначала пробежимся по вопросам которые я здесь оставил которые я записал вопрос у нас был про резкость и про зерно значит сразу же в одном месте их записал потому что вопрос как и когда добавляете резкость возможно сразу же этот вопрос пересекается с вопросом оптимизации для веб потому что вопрос тоже был и вопрос вместе с зерном делаете ли не делаете ли и что значит как себя ведете с заказчиками с зерном отдаете одну копию или несколько вот так вот такие вот вопросы все примерно об одном вопросы с зерном раньше увлекался и столкнулся с проблемой что за много лет никто ни разу мне не сказал я вы знаете спасибо вам за прекрасное зерно ни разу не встречал такой ситуации но было было наверное несколько раз немного раза три я точно помню когда невеста сказала Илья что-то много-много каких-то точечек вот тех пор я решил что здесь я зерном увлекаться не буду и его добавляю совершенно минимальным образом потому что я то его люблю вот я добавляю его совершенно немного посмотрим итак я обычно ставлю здесь зерно где-то на цифре 7 не этого хватает для того чтобы собственное самолюбие потешить а невеста ругаться не будет по поводу резкости я добавляю в несколько этапов чаще всего в 2 иногда в 3 первый этап это немного добавить ее здесь эти настройки будут синхронизированы естественно по по всей локации не свадьбе а локации я добавляю резкость через значение значение по вкусу стараюсь поставить немножко меньше чем мне нравится потому что еще будет несколько этапов да дальше я обычно повышаю детали я хочу видеть детали хочу видеть глазки а потом обязательно зажимаю alt и захожу в маскинг для того что мне не нужна резкость по всей фотографии мне нужна резкость на волосах и на глазах то есть я ставлю маскинг так чтобы волосы и глаза были резкими а все остальное пожалуйста пусть остается таким какое оно есть вот на втором этапе это уже при экспорте когда мы фотографии экспортируем я слегка уменьшаю фотографии я на самом деле небольшой сторонник отдавать клиенту полный 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 то есть такой full size дело в том что у меня куча техники разные ноутбуки вот и лично мой ноутбук macbook правда он уже старенький он 11 года хотя куплен дорого за 200 тысяч долларов когда-то он был на нем к сожалению нет SSD если я на нем буду просматривать картинки скажем с разрешением 7000 точек то он будет очень глючить не то чтобы очень глючить но удовольствие просмотра я не вижу смысл смысл клиенту давать 7000 точек с того же никона d800 я обычно клиенту отдаю немножко меньше фотографий чем он есть для печати оставлю качество 100 и уменьшаю фотографию примерно до 4000 пикселей и одновременно добавляю резкость вот она шарпин тут я бы наверное разделил поделил бы да на два подхода для того что у моей жены долгое время был никон и фотографии с никона обычно резче чем с хеном поэтому для никона я обычно ставил скрин где-то стандарт или даже лоу а для канона ставлю хай или иногда стандарт все пошел экспорт в принципе этих двух этапов мне достаточно чтобы фотографии а третий этап это по необходимости просто прогоняю всю съемку через какой-то один экшен фотошопа не заходя в фотошоп ну то есть через автоматизацию так понятно ребят по плюсу если все понятно вопрос следующий мне не совсем понятен читаю как короче есть речь была про то что у нас как-то кто-то упомянул осеннюю фотографию и вопрос то и так а осенью когда золото листва какой способ тонирования ну вот так вот это звучит ну продолжу свои же размышления да потому что вот зачем вот на этой фотографии мы добавили тонирование потому что она была вся такая какая-то серая мы хотя бы добавили шоколадку и противопоставили ее прохладным светом если золотая осень признаюсь не тонируй потому что золотая осень она уже золотая и мне кажется нужно подчеркнуть это вот наоборот я могу тонировать может быть тени прохладными да чтобы противопоставить золото холоду но света точно тонировать не буду да и вообще буду тонировать осень по минимуму наверное так так ага вопрос значит по поводу пресетов которые мы сегодня на уроке разбирали можно будет их потом ребятам скинуть которые мы создали своими руками с этими с градиентами и прочими вещами да я вам скину два пресета значит коричневые обратное тонирование и прямое желто-красное так вопрос такой вот как раз прошу меня это спросил ага вот про ретушь интересуется человек чем делаете и как ну в двух словах общий план не как работа идет а как в общем ну я уже по-моему ответ отвечал сначала я просто мне написано на съемке высокий ключ регулирую крупность выбираю потом штампе потом если нужно пара партитура не я просто думал другие вещи там фотошопе какие-то возможно идут какие-то в общем я думал ну ладно понятно так про зимнюю мы говорили все-таки должен вставить слово ретушь нужна такая глобальная либо ну тут же нужно понимать да в каком ключе мы работаем если это фотография свадебная она предполагает отдачу огромного количества фотографий 400 500 кто-то там тысячу отдает понятно что мы не можем частотное разложение применить допустим к 500 фотографий нет мы можем применить но за это никто не заплатит поэтому я попытаюсь начать со света то есть чем хуже кожа тем больше света на лицо да такой рассеянный свет его конечно тяжело найти в полдень есть куча способов чтобы его найти в полдень вот и я могу конечно самые крупные портреты могу частотно разложить вот не это ну то есть могу так поступить но это касается только самых-самых крупных вот таких прям вот аж вот голова в кадре и все так это было это было вопрос очень часто задается про фотографию в помещении где цвет неестественный или постановочный постановочный я не уверен что получится сейчас показывать потому что в принципе у нас тема уже закрыта и мы сейчас вопрос задаем но тем не менее она есть вот такой вопрос как быть с такими сторонами стараюсь искать помещение с естественным светом если это мы говорим о банкете в динамике естественно используется вспышка на синхронизаторе в руке крайне редко использую еще вторую вспышку подсветка в контровике но если мы говорим о художественной съемке то есть какая-то там типа прогулка да вот то наверное это будет фонарик red light то есть нет я скажу по-другому попытаюсь работать от естественного света но если уж вдруг как бы нет вариантов тогда будет фонарик red light он будет теплый может быть нет нет не 3000 это может немножко побольше киринов но при этом фон будет такой достаточно интересный и холодный девушка будет светлой напомню что в этих фонариков они легкие и они не хорошо регулируются и пучок и интенсивность ребята вам должно быть стыдно когда вы задаете одни и те же вопросы про днг мы уже отвечали несколько раз вот значит вопрос знаете чем интересуется пресеты которые у вас здесь слева это имеется ввиду вот что распространяете ли вы их в каком-то виде там продаете не продаете возможно там на мастер-классах как-то делитесь не делитесь вот этот вопрос и как вообще с пресетами быть и относиться не продаю не распространяю раздаю бесплатно на мастер-классах а все ребят всем понятно сразу же по пресетам вопрос всегда очень остро стоит про ретуш уже 10 раз было сказано Так, про ретушь было сказано. У нас же мастер-класс. Нет, ребят, это речь про воркшоп. Это речь про воркшоп. Так, у меня в списке вопросы были уже отвечены больше половины, поэтому мне пришлось их удалить. Да, те пресеты, которые мы сегодня написали, я, естественно, вам бесплатно всем дарю, это безусловно. Так, 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 так. Так, 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 так. Планируете ли мастер-класс в Уфе, спрашивают? Ну, уже было парочку. Наверное, планирую в следующем году. Ну, дело в том, что я люблю воркшопы, наверное, где-то ближе к лету. Зимой тоже люблю, просто зимой обычно больше, чем час-полтора, даже, наверное, час на улице ты не выстоишь. Поэтому они такие немножечко веселые, но скомканные. В Уфу, наверное, летом приеду, дай бог, если подовут. Вот, да, с удовольствием. А знаете, какой еще вопрос? 400 фотографий, вот вы говорили, которые отдаются, а вы, получается, каждую так вот открываете, или как-то вот более какая-то пакетная обработка есть? Давайте я вам покажу, может быть, какую-то свадьбу. Если хотите. Ну, давайте. Естественно, все скажут, да, это же прям 100%. Могу сказать в виде книжки. Так будет быстрее, чем... Можно сейчас этот вопрос? Вот раз уж у нас есть возможность что-то показать, здесь есть варианта два. Вот либо сейчас показать, как со свадьбой 400, ну, не 400 фотографий, а как там принцип делается, либо вопрос очень часто всплывает про помещение. Илья, вопрос такой, а про помещение, вот в двух словах что-то можно показать? Имеется такая возможность или нет? Потому что вопрос человек уже и капслоков написал, он между каждой буквой по пробелу поставил. Я даже не удивлюсь, если я сейчас зайду в телефоне, посмотрю, там уже смс-ками написано. Поэтому, вот я не знаю, что интереснее. Давайте, если возможность есть, то проголосуем. Есть такая возможность? Я отвечу на два вопроса, не переживайте. А, два, все, хорошо. И, да, все хорошо. Давайте. Но мне нужна минутка, сейчас я с очередного ноутбука кое-что буду сливать. Так, угу. Так. Тут очень много, ребят, вопросов про настройку камеры. Очень много. Это, про эти вопросы мы уже говорили, и говорили, что это ситуационные вопросы, и это вопросы съемки, а не обработки. Расписание воркшопы, вот это интересно, вот это мы спросим. Вот как раз там на все эти вопросы ответы и есть. Так. Какая девушка и какой стул? Я понял, какая девушка и какой стул, но вы почему-то начали зимнюю, наверное, потому что все просили очень сильно зимнюю. Так. Так, вот интересно, про лап хочется спросить, хороший вопрос. Про лап это интересно. Материалы, ребят, послезавтра, это вот ближайший вариант. Может, чуть-чуть попозже, я уже тоже говорил. Расписание, ага, возможно ли. Ага, воркшоп. Не могу поймать, ладно. Что там дальше? Лаванду показали. Угу. Все понятно. Так, у меня тут вопросы, значит... Сейчас, одну секунду, я пока не слушаю, поэтому... Не-не, я сам с собой. Ага, хорошо. Так. Ага. Ну, надо будет попросить у вас расписание воркшопов посмотреть, попросили. А, вот тут вопросы пошли. Ага, вот это интересно, какие материалы посоветуете. Так, потом... Почему выдержка такая конкретно на вот этой фотографии? Ну, запишем. Или не запишем. Ну, пусть будет, ладно. Так. Про фотошоп и тонирование мы говорили уже. Ага, вот про ЧБ мы не спрашивали. Вот это... Да что ж ты не поймаешь? Оп. О, поймал. Это интересно. Про фотошоп мы говорили-говорили, ребят. Не рассказывали скинтон. А что, что нужно рассказать скинтон? Что значит не рассказывать скинтон? Так. Ага. По поводу, как доходил и что... Ну, давайте запишем. Это запишем. Как создать приятный скинтон? Блин, интересный, конечно, вопрос. Просто у кожи может быть тысячи разных оттенков, и каждый оттенок подходит только в определенную ситуацию. И вот вы говорите, приятный скинтон, чудесно. А какая ситуация вокруг человека и прочие вещи? Ну, да ладно, запишем. Я уже здесь? Да. Ага. Ну, я тут пока вопросов записал. Чуть-чуть. Ну, мы тогда сейчас разберемся с которыми у нас были, а потом с этими. Там вроде, ну, довольно быстро можно ответить. Вот свадьба. Давайте посмотрим. Ну, то есть в виде книжки, понятное дело, да? Сразу предупрежу, простите, что английские надписи диктовала сама невеста. Не я их предупрежу. Это свадьба, к сожалению, без прогулки. К сожалению. То есть успел буквально пару кадров снять на сборах, а потом просто не было прогулки. Ну, бывает. То есть здесь везде естественный свет, безусловно. Ретуш только в Lightroom. Ну, то есть все очень просто. Я показываю такие же фотографии, как я вам сегодня показывал. То есть есть у меня более сложные книжки по обработке. Но это будет нечестно, если я их покажу и не объясню, как делать. Поэтому показываю что-то самое простое. Естественный свет. Выездная. Гости. Бланкет. Это с под пушки, если не мало. То есть была пушка. Непосредственно, которая штатная, ресторанная. Это вспышка. Здесь вспышка плюс какие-то софиты сзади. А здесь пушка и, естественно, свет. Это только Lightroom. Такими же минимальными коррегировками. И просили по поводу помещения. Да. Вот я беру RAV и от него JPEG без обработки. Оригинальный. То есть, с которым ничего не делалось. Иногда, если... Ну, как бы сейчас я это очень редко делаю. Раньше снимал от софта. То есть... Ну, от софта... Ну, понимаете, в чем дело. Многие пользуются импульсным светом. А я люблю постоянный. То есть, по сути, пилот, но с постоянным светом. Это можно делать в студии. Можно купить переносной постоянный свет. Вот у нас RAV голый, да? Вот у нас JPEG голый без обработки. Вот я нажму Reset. Вот RAV, вот JPEG. Ну, можно RAV обработать, можно JPEG. В принципе, от пилота. Просто с настройкой камеры. И все. Это мы сняли на мастер-классе в городе... Саранск. Вот недавно. Ну, уж там у всех участников получилось примерно так же, у кого-то даже лучше. Вот. Окей. Какие еще были вопросы? Расписание... Ну, так, тут... Ну, в общем-то, ладно. Так, 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 так. Это мы понятны. Расписание воркшопов. Да. Расписание воркшопов. Нужно просто зайти в мою группу. А давайте я сейчас найду сейчас, секундочку. И всем скину, чтобы сразу же не искали. Я могу вам в скайп ссылочку скинуть? Мне, да, я ее перешлю. Давайте. А то что-то группы я не вижу. Ага, 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 секундочку. Так, господа... Обратите внимание, там есть разные форматы проведения. То есть где-то есть мастер-класс. Мастер-класс это, скажем, такой теоретический формат, когда мы рассматриваем очень много вопросов. Там, по маркетингу, по съемке, по свету. А объем вопросов широкий. А есть понятие воркшоп. Это когда каждый берет камеру, мы выходим и снимаем непосредственно где-то на локации, будь то помещение, будь то студия, будь то пленер, чтобы все добились хорошего результата. И в основном уже говорим о непосредственно этой конкретной съемке. Понятно, что расписание, оно постоянно обновляется, пополняется. На сегодняшний день только формируется расписание на лето. Поэтому, если хотите, можете заходить. И приходить буду только рад. Так, ну это мы еще поднимем вопрос. Вопрос интересный по поводу лап. Работаете в лап, пользуетесь цветное пространство? Люблю пользоваться лап, но опять-таки немножко то в виде экшн. Потому что мне, допустим, нравится через канал А и Б накладывать режим софтлайт. То есть я вписываю это иногда в экшн. То есть особо слабо меня не заморачивает. До Маргулеса мне как-то очень-очень далеко. Используюсь там буквально по некоторым направлениям. По поводу того, как развиваться. Точнее вот так вот я задам вопрос. Сами ли пришли к тому результату, который получается сейчас? Может быть у кого-то учились и на что опирались? Какой-то материал, книги или еще что-то? Абсолютно сам. Вы знаете, тут такой вопрос специфический. Я считаю, что все должны учиться. Я начинал фотографировать в 2005 году, когда не было контакта, не было майведа, не было дисфа, не было ведлайфа, не было свадьба про, не было. Да что говорить, одноклассников не было, мастер-классов, семинаров, вебинаров никого не было. То есть был только LiveJournal, где никаких секретов вы ни от кого не добились бы. Вот. И естественно, когда ты долго чем-то занимаешься, тебе интересно послушать кого-то. Я иногда хожу на какие-то мероприятия, очень редко получается посетить чей-то мастер-класс, потому что это два дня, у меня плотный график. Ну, бывает там где-то на полдня, на один день могу забежать. Также и ко мне, ну, полстраницы первой майведа забегали в гости на мастер-класс, не для того, чтобы там перенять что-то, а всегда интересно послушать, чтобы не зацикливаться в своих собственных мыслях. Это очень важно, где-то обсуждалась на моей виде тема, что желательно ходить на какие-то мероприятия хотя бы два раза в год, в начале и в конце, чтобы получить некий такой пинок. Плюс всегда все равно скажут что-то полезное. Пусть какой-то ползунок покажут, пусть где-то какой-то практический совет, где-то что-то по свету новое. Поэтому, если будет возможность, я пойду. Конечно же, ну, очень-очень редко предоставляется. Как развиваться? Смотреть кино без звука. Я рекомендую смотреть кино без звука, только кассовое кино. Не смотрите арт-хаус, а арт-хаус нужно смотреть для души. То есть вы смотрите кино как кино. А тут можно наоборот смотреть, допустим, качаете интересное кино. Но, например, всем рекомендую посмотреть фильм «Тихоокеанский рубеж», желательно в 3D, желательно без звука. То есть сам по себе фильм хорош, но там очень интересная многоплановая съемка, то есть хорошая операторская работа. Просто просмотреть ради операторской работы, без звука. Понятно. Интересно про видео, про фильмы без звука. Ни разу не слышал. По обработке, значит, в черно-белом варианте. Обрабатываете в ЧБ? Признаюсь, я не специалист. То есть если я по ответу могу в 16 часов вам что-то рассказывать, да, по высшему названию я маркетолог, могу еще в 8 часов что-то рассказывать про ЧБ, наверное, ограничимся очень просто. Я просто покажу, как я его делаю. Мне кажется, то есть я не специалист, не знаю тонкостей. Я делаю очень просто. Перевожу фотографию в ЧБ, немножко ее тонирую. Я просто не люблю именно ЧБ-ЧБ, когда она абсолютно черно-белая. Слегка, буквально немножечко могу подтонировать тени, не знаю, чуть-чуть света, самую малую, чтобы ЧБ не было холодным. И обязательно иду в кривую и делаю что-то или S-образное, или Z-образное. Посмотрите, да, допустим, могу сделать вот такое что-то. Знаете, как интересно прорабатывается свето-теневой рисунок. И, конечно, не забудьте, что мы градиент где-то красили, поэтому нужно это убрать. Ну вот как-то так. Так я делаю ЧБ. Больше ничего не делаю. Ну, по-моему, это вполне очень хорошее ЧБ получается. Тут просто очень многое висит на объеме, который вы градиентами сделали. Мне лично нравится, приятно получилось. Если мы посмотрим на оригинальную фотографию, то, конечно, разница есть. Ну, разумеется, конечно. Так. Интересный вопрос. Я не знаю, как его правильно задать, но написано так. Как создать приятный скинтон? Ну, вот так вот. Вот это и последний список моих вопросов в вопрос. Последний список. Ну, смотрите. Должны быть какие-то эталоны. Я считаю, что нельзя ориентироваться на что-то псевдо. То есть нельзя просто подискать, вот эта фотография мне нравится, я буду делать так здесь. Кто у нас считается авторитетом в скинтоне? Естественно, это производители косметики. Естественно, не косметика какая-нибудь типа там бархатные ручки или черный жемчуг, да? Ну, а что-то хотя бы Виши, Диор, Ланком, Шанель. Вот открываем сайты, журналы, буклеты, смотрим и пусть глаза привыкают. Глаза имеют свойство привыкать к какому-то цвету. Естественно, девушка не хочет быть зеленой, красной, фиолетовой, синий. Она хочет быть в рамках оранжевого цвета, будь-то бледнее, будь-то насыщеннее, будь-то загорелее, будь-то там, ну, то есть вариаций очень много. Но я рекомендую просто смотреть на родителей косметики, на их... Ну, понятно, что вот ответ простой, да? Если мы смотрим на полку, на которой стоят там, допустим, краска для волос, условно, и на ней изображена страшная-страшная дама, крокодил просто страшный, естественно, вряд ли кто-то купит этот товар. Поэтому мы можем доверять производителям косметики, они в этом что-то понимают. Так, понятно. Вопрос еще вот такой. А какими авторами, вот кроме зарубежных, которые вы показывали, может быть, в рамках России или Украины, или СНГ, восхищаетесь, или симпатичное творчество, может быть, так? Вот как-то вот так вопрос задали, в общем, я вот как смог, так перефразировал максимально достоверно. Не знаю, восхищаться я слишком громкое слово, не словно близко, то есть не то, чтобы были близко, а симпатично. Мне нравится, очень интересный автор, ну, я не говорю, что все нравится, да? Мне нравится в целом общий такой подход Галины Набатниковой, город Москва. Очень нравится Олег, я скажу, Олег, как его, Олег Олейник из города Днепропетровск. Очень нравится Дима Марков из Санкт-Петербурга. Знаете, самое приятное, что и Дима, и Галя заходили ко мне на мастер-класс. И опять-таки, не для того, чтобы учиться чему-то, да? Возможно, просто потому, что человек должен не замыкаться в своих мыслях. Должен развиваться, слушать, общаться. Общение ведет погреш. Ну, в принципе, так сразу не скажешь. Ну, наверное, пусть будет пока две фамилии. Если вспомню, напишу в разочном материале. Тут есть очень интересные люди, они очень скептически почему-то ко всему подходят, и им почему-то неудобно. Вот по ходу всего урока, там, 3 часа, 4, там, не знаю, хоть 6 часов урок будет идти, им всегда неудобно. И тут человек написал, а когда уже тонирование начнется? Кажется, я что-то пропустил. Давайте вернемся вообще к определению тонирования. Тонирование – это нанесение цвета. В нашем случае мы сами разбирали нанесение персикового цвета, желто-красного, коричневого цвета в тени, вот на этих фотографиях. Потом мы наносили лавандовый цвет на лаванду. Потом мы разбирались с нанесением цвета на море. То есть, если вы хотите услышать более серьезное тонирование, я просто физически не успею, я просто, мы уже вышли за рамки всего. Ну да, да, я уже переговорю. Я показываю то, что сам делаю, то, что сам применяю, но невозможно за 2-3 часа рассказать абсолютно все. Согласен. Как раз хотел сейчас поинтересоваться про воркшоп и мастер-класс, но перед этим вопрос такой. В какие сроки отдаете свадьбу, если это не секрет? Вот такой вопрос есть. И второй по воркшопам. Вы в расписании указали, что планируете приехать в Мухачкалу, непонятно когда, если секрет, скажите. Ведутся переговоры с организатором. Я думаю, что ближе к весне будет оговорена дата. То есть я пишу, там есть такой список планируемых городов, это не мое желание, это не то, что я хочу куда-то поехать. А это когда уже есть интерес, но пока нет даты. Если нет даты, город висит там. Что касается, какой был предыдущий вопрос? Скорость обработки свадьбы, как быстро отдаете, сроки какие ставите? Да, тут у меня специфические, конечно, отношения к даче. Я считаю, что фотография как хорошее вино, она должна немножко настояться. То есть я когда-то очень сильно обжегся, это было и в 2011 году, и в 2012 году, очень сильно обжегся, когда сроки были маленькие, а сезон, он же у нас не планомерно расписан. То есть нет такого, чтобы три свадьбы в декабре, три свадьбы в августе. Бывает такое, что в декабре ноль, а в августе 15. И вот как раз, когда подходит вот тот самый высокий сезон, а так как я живу ближе к югу, хотя снимаю и в Москве, и выше, то у меня сезон попадает высокий на июль, август, сентябрь, где-то начало октября. В связи с тем, с чем я пытаюсь в момент активного сезона вообще обработкой не заниматься. Потому что у меня еще какие-то есть поездки. И я клиенту отверяю следующее, что если это свадьба в начале года, то, пожалуйста, там 2-3 месяца она будет обработана. Если это ближе туда, к концу лета, 4-5. При этом есть услуга, называется ускоренная обработка фотографий, 3 дня и свадьба у Кукинга. Ничего себе. Интересно, наверное, кстати, услуга такая вот, чисто с точки зрения маркетинга. Ее редко заказывают. Обычно те, кто то ли переезжает куда-то там, в длину срочную, либо просто люди при деньгах. Она не стоит дорого, я признаюсь. Я не пытаюсь выкачивать деньги. То есть это не... Мало-то у меня очень интересно там написано. На самом деле написано так. Вы можете воспользоваться этой услугой, только если у вас есть уважительная причина. Ну то есть, по сути, я намекаю, что у меня не стоит задача с каждого клиента содрать там за быструю обработку. Это действительно для тех, кому нужно срочно. Там доплата небольшая. Бывает такое, что просто клиент достает деньги из кармана, говорит, Илья, улыбается, говорит, Илья, у нас есть уважительная причина. Вот она. В смысле, деньги. Понятно, хорошая причина. Понятно. Так, ну я думаю, что вот на этом этапе с опросами потихонечку надо закругляться. У меня вопрос как раз-таки был один. Вопрос был про воркшоп. Мне хочется понять самому и ребятам, чтобы стало понятно, а что еще важно знать, помимо того, что мы сегодня узнали, какие еще есть важные вещи, из чего состоит ваш воркшоп. Вот такие вещи. Потому что я думаю, сейчас со мной многие согласятся. Фотографии изначально были очень хороши. Давайте по два плюсов чат. И это факт. И некоторые люди даже немножечко расстраивались, мол, блин, а вот у меня не получится. И вот как-то вот надо научиться. А как, вот куда, а что, как поступить? Вот нам, скажем так, обычным человеком. Вот эти все можно вещи, пожалуйста? Да, смотрите, все просто. Фотограф в первую очередь человек, который работает со светом. Я вообще не понимаю, зачем мы сами себе усложняем жизнь, пытаясь обработкой решить все проблемы. Ну, я даже могу сказать, что основной темой моего мастер-класса, простите, воркшопа, является мысль о том, что давайте сразу найдем хороший свет. Ракурс. Иногда можно просто ракурсом все исправить. Иногда можно сменой объектива все исправить. Иногда можно просто залезть на лавочку и все исправить. Все это мы подробно объясняем. То есть, я не могу еще назвать фотографом, если у меня изначально исходники... Нет, все очень просто. Фотограф, который хорошо работает со светом, он может всем показать свои исходники. То есть, я не стесняюсь. Я на каждом воркшопе показываю... Ну, не на каждом, но если время есть, могу показать свою свадьбу, отняться просто вот с нуля, ничего не делая, без проблем. Не стесняюсь. Я не говорю, что там гениально, нет, там ничего такого прямо сверхъестественного нет. Но они не стыдные фотографии, потому что в основе является свет. Потом, естественно, мы много говорим вообще о маркетинге, о том, как маркетинг помогает находить нужного клиента, как с ним в процессе работать, как его расположить. Плюс, да, даже немножко говорим о гипнозе во время съемки. Не на каждом воркшопе я успеваю. На зимних не успевал, потому что слишком мало мы находились на локации. На летних обычно успеваю рассказать в том числе о гипнозе. Ну, это, конечно, в кавычках, понятно, что я не занимаюсь магией. Плюс, естественно, мы говорим и о договоре, и о психотерапии, восприятии цвета. Очень много теоретических вещей. Мы очень много говорим о живописи. Я скажу, часа три, наверное. А вот знаете, какой вопрос? А вот именно, скажем, функционально, вот как вот устроен воркшоп, чтобы люди понимали, я думаю, давайте сразу уточним. Ребят, кому интересно узнать про воркшоп? Давайте по одному плюсу в чат. Вот так вот вопрос поставим. Потому что мне лично очень интересно, потому что мы сейчас очень много вещей разбирали, и они все равно ссылаются, да, на некоторые другие знания, которые мы не знаем. И мы не можем разобрать их в рамках одного урока. Вот хоть тресни, хоть ногу за голову закинь и прыгай на другой, но все равно не получится. А узнать хочется. И вот мне бы, например, было бы интересно. Вот хорошо, вот вы говорите воркшоп. Интересно. А вот как это будет происходить? Вот как вот это будет выглядеть? Вот я прихожу. Ну, все очень просто. Два дня. Бывают однодневные, бывают трехдневные. Чаще всего два дня. Первый день мы говорим о том, что мы будем делать на съемке. А потом мы идем снимать. Причем, если раньше мы снимали ближе к вечеру, сейчас я решил усложнить задачу, мы обычно начинаем снимать за два-три часа дня. Идем на съемку. Причем я категорически против на воркшопах. То есть нет, я разделяю воркшопы на два вида. Для обучения и отдельно для пополнения портфолио. То есть если мы хотим пополнить портфолио, мы садимся в маршрутку и ездим куда-то за город в красивое место. Но чаще всего, в 9-10 слоев случаев, мы просто выходим из студии, просто выходим из студии и прямо на крыльце делаем красивый фотофор. Потом мы возвращаемся в студию, проводим анализ съемки, говорим много о свете, а на второй день маркетинг обработкой. Так, то есть точки над «и». Я правильно понимаю? Я прихожу, соответственно, прохожу, назовем условно, процедуру. Вот я или любой другой человек, кто сидит на вебинаре. Значит, и у меня на выходе будет возможно или точно будет какой-то новой фотографии в портфолио. У меня будут, соответственно, знания по маркетингу, которые позволят мне быть более успешным коммерчески. У меня будут знания более глубокие, практические по съемке, что означает, что я, например, смогу подстроиться под ту или иную ситуацию, чтобы потом минимально тратить время на обработку. И, соответственно, у меня уже будут более глубокие знания по обработке как в Lightroom, так и в Photoshop, о том, как добавить дополнительные эффекты, новые эффекты тонирования и прочие-прочие все вот эти вот штуки. Если что-то не сказал, скажите, что еще. Мне тоже интересно будет. Все так и будет. Вот я иногда выкладываю себя на стене работы участника. Это мы сняли позавчера. Вот участник сам сделал достаточно интересную фотографию. Я доволен. Ну, ребят, по-моему, стиль похож на стиль Ильи. Как кто согласен? Не называйте это стилем Ильи. Здесь просто нет стиля Ильи. Я не работаю в каком-то стиле. Но почерк немножко прослеживается. Почерк может быть. Но здесь просто воздух есть, контраст есть. Скинтон неплох. Согласен. Нет, я понимаю, почему вы так говорите. Я понимаю, да. Но мне лично фотография очень симпатична. То есть, если бы мы, допустим, скажем, я вот был бы участником вебинара, и мы сегодня разобрали бы, скажем, ее, да, вот вы показывали, я бы подумал, как замечательно, что мы ее сегодня разбираем. Ребят, давайте так. Кто хотел бы поучаствовать? Еще раз. Вот я хочу на этих людей посмотреть. Плюс, два, плюса, сколько угодно. Так. Напишите в чат. Кому это интересно? Люди есть, таких довольно много. Они заинтересованы, они прямо жаждут. Тем более на, скажем так, на волне мотивации, той мотивации, которая их ожидает. Илья, а у вас как это устроено? Вам пишут личные сообщения или организаторам? Или как вот, чтобы людей направить? Ну, допустим, чтобы прямо сейчас написали, поинтересовались. Ни в коем случае, ни мне, я, к сожалению, не отвечаю на такие вопросы. Нет времени. Обычно возле каждой ссылочки, есть ссылочка на организатора. В крайнем случае, всегда можно писать моей жене Виктории, Виктории Овчинниковой. Вот, она замечательный фотограф. И она вот курирует вопросы организации, она на все ответит. Кстати, я могу, не знаю, это у нас не было запланировано, но всем участникам сегодняшнего вебинара я могу предложить, ну, пусть и символическую, но скидку на воркшопы. Ну, допустим, в размере тысячи рублей. Просто скажите, что вы из фотошколы Highlights, и вы ее получите. А можно тогда попросить ссылку сейчас, вот, я правильно понял, жены же, да? Ее, конечно, наверняка сейчас завалят личные сообщения. Но чтоб ребят не потерять, чтоб потом никто не передумал. Я знаю, как с ними надо работать. Их надо хватать сразу за ногу, пока не убежали. Это они сейчас здесь сидят и хлопают. плюсы пишут. Только сейчас, значит, вебинар кончается, храп на боковую. Сейчас мы их поймаем. Я вам, кстати, скинул ссылочку. Да, да, сейчас я, ага, все, понял. Ребят, ссылку написал. Тогда давайте мы сейчас договоримся. Вот кто писал, что он хочет. Напишите, кликайте сейчас же по ссылке. Прямо не стесняйтесь. Нажимайте на нее. Нажимайте «Отправить сообщение» и пишите. «Добрый день, меня интересует мастер-класс Элид Войковского. Я со школы Хайлайтс». Прямо так и напишите. Я могу даже вам текст написать, если ленивые. И кто написал, три плюса в чат, чтоб я увидел, что вы это сделали. И, ребята, обязательно, пока мотивация есть, обязательно нужно это делать. Потому что вы сейчас сидите, и вы уже понимаете, сколько пользы вы, скажем, извлекли из каких-то там трех часов работы, да, которые, ну, можно сказать, отчасти как-то сумбурны, отчасти сложно, опять же, индивидуально поговорить. А какая польза будет при личном общении? Ну, согласитесь, это вообще другой уровень. Пишите три плюса, значит, в чат, кто это сделал. И, в общем-то, там уже узнаете, что, почем, как и как это вообще устроено. И решите. Я думаю, так вот это будет правильно сделать. Борис, спасибо вам. Спасибо за советы такие практически. То есть я, естественно, буду рад всем, кто придет. Естественно, должно быть желание. Без желания не приходите. Без желания мы вот не ждем. Вот. И, наверное, будем заканчивать. Мне еще сегодня предстоит переезд в другой город. Ребят, я сейчас вот написал, чтобы никто не пропустил, не протупил. Не стесняйтесь. Я думаю, написать можно. Но, может, не сразу отъедет. Рано или поздно напишут. Вот есть ссылка, все есть. Ну, смотрите, что мне интересно, что мне лично интересно. Вот смотрите. Снизу, снизу у нас в конце странички вы видите комментарии. Тут много комментариев, что-то что-то там не работало, но это уже все работает, поэтому можно от этого избавиться. Сюда можно написать свой отзыв, отзыв по сегодняшнему уроку. Это будет крайне полезно для меня, крайне полезно для Ильи. И мы будем вам благодарны и будем стараться еще больше, потому что это всегда в плюс. И когда у нас будет в распоряжении такая информация, то я думаю, что мы вас не обделим. И я думаю, что на волне такой, опять же, позитивной атмосферы, я думаю, что вам будет это сделать несложно. И вы напишете все, что думаете, и, может быть, даже какие-то замечания мне или еще, я не знаю. Может быть, вот вам не понравилось, как ученица Ильи на мастер-классе обработала фотографии. Есть замечания. Вот, не стесняйтесь. Я лично сказал все, что планировал. Вопросы все, какие могли, максимально разобрали. Естественно, были вопросы, которые немного не в кассу, к сожалению, я вас предупредил. Вот, надеюсь, что все остались довольны. Пишите мне в личные сообщения, вот, и можете меня что-то спрашивать, я вам все расскажу. Или консультантам, Илья. Ну и вам слово, чтобы поставить такую точку, прям вот как, чтобы прям гордо было. Ну, для меня это очень интересный опыт, потому что редко приходится говорить с ноутбуком, когда слушает такое большое количество людей людей. Мне очень приятно, что вы все пришли. Спасибо за ваше внимание. К сожалению, я не вижу чата, да, то есть, если бы я его видел, возможно, я бы по-другому отвечал на какие-то вопросы, да. Я не вижу тона, с которым вы задаете вопросы. Но я со своей стороны сделал все возможное, чтобы вам было интересно. Спасибо еще раз, до новых встреч. Ребят, ну все, спасибо. Куда писать, вы знаете. Тогда материалы, вот я говорю, в лучшем случае, послезавтра, вот, получается, воскресенье, да, это получается, по-моему, да. Все, все знаете. Так, ну тогда сейчас можно останавливать трансляцию вместе с каналом и вместе с записью. Окей, и спасибо Борису за то, что помогал. А мне как хочется. Я сейчас вам еще скажу все спасибо свои. Хорошо, все, до новых встреч, до свидания. Все, можно выключать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.